Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я буду упаковывать посылку. Дело в том, что произошла такая не очень красивая ситуация. Моя посылка, которую я отсылал, бегоне на почте, видимо, как-то не очень брежно отнеслись к коробке. И она там гуляла по всей коробке. В общем-то, была закреплена, видимо, не очень хорошо. И доехала в не самом лучшем виде. Я решил, конечно, возместить полностью растение. Отправляю я, смотрите, это детка бегония Дарт Вардериана. Вот такая отличная, красивая. Просто суперская. Это бегония видовая, кто не знает. Это бегония очень дорогая сама по себе. То есть, растение стоит... Я покупал это растение... Сейчас я вам скажу. В районе 5,5 тысяч мне обошлась эта бегония, чтобы вы понимали. И пришло мне далеко не такое растение. Мне пришел один маленький листик во мху. То есть, шло растение из другой страны, совсем из другой страны. Потом оно ехало... Шло в... Приехало в Москву. И только потом оно приехало ко мне. Из этого маленького листика я чудом вырастил взрослое крупное растение. Довел его до цветения. У меня получилось размножить. Видео на канале у меня тоже есть. Пожалуйста, смотрите. Вот. И я уже со многими поделился этой бегонией. Но вот такая ситуация, которая произошла у меня впервые. Я сейчас буду наглядно вместе с вами покажу, как я буду упаковывать растения. Эта бегония, она не растет дома. Она растет только при повышенной влажности. Ей нужен флорариум, полюдариум, чтобы влажность была не менее 70%. Иначе у нее тонкие листики сами по себе. И они при комнатной температуре, при комнатных условиях, они просто начнут вянуть. Для фиксации стаканчика я использую картон. Вот такой кусочек картона. Закреплю все на скотч. Вот так вот. Смотрите, видите, листики все закреплены. Растение, горшочек закреплен. Никуда это все не денется. Но! Поскольку бегония-то у нас любит высокую влажность, я ее еще закреплю вот так в двух стаканчиках. Так, высокую эту. Чуть-чуть подрезать надо. Немножечко не подрассчитал. И вот так вот в двух стаканчиках. Вот, прекрасно. Смотрите, она не болтыхается ни туда, ни сюда. Все прекрасно поедет. Сейчас я еще сюда положу салфеток для, скажем, для такой, как подушка для мягкости. Чтобы уж точно там ничего у нас не болтыхалось. Ни туда, ни сюда, никуда. Чтобы все было надежно и хорошо. Поскольку у меня такая ситуация была в первый раз, я когда начал читать комментарии, друзья, я не спал всю ночь. Вот, верите вы мне, нет? Мне писали такие негативные комментарии у меня на канале. Я просто в шоке. Я вообще от людей такого не ожидал. Вернее, я, конечно, ожидал, что такое может быть. Но чтобы настолько негатив. Так, вот, посмотрите, видите, все. Там у нее будет высокая влажность воздуха. Вот, посмотрите, я ее трясу туда-сюда со всей силы. Она никуда не трясется, не шатается. Все отлично. Зафиксировали. Все упаковано. Далее. Поскольку это был обмен растениями, почему-то многие подписчики были очень возмущены, что я не послал подарок. Окей. Меня назвали жадиной, говядиной. Два комментария у меня было с матом, простите меня. Я подобные негативные комментарии удаляю с своего канала, потому что я считаю это неприемлемым. Чтобы... Кто у меня покупает растения и покупал растения, если такие есть, напишите в комментариях, пожалуйста, какого качества вы получали от меня растения, потому что реально вот меня, вы понимаете, коробит изнутри. И у меня просто... Я даже не знаю, у меня нет слов. Я всегда, когда у меня есть что дать, я всегда дам. Понимаете? Мне не жалко. Я даю в подарок, смотрите, видовую бегонию. Это бегония листик раджах. Это тоже флорариумная бегония. Очень красивый, посмотрите, лист. Взрослое растение вы можете посмотреть у меня в обзорах во флорариуме стоит. Она просто бесподобная. Вот такой листик в подарок. Это тоже дорогая бегония. Не такая дорогая, как та, но все же дорогая. И вот такую красавицу. Это уже старый сорт, конечно, Ring of Fire. Я надеюсь, у любви ее нет. Но мне этот сорт очень нравится. Очень эффектный, красивый куст. Надеюсь, что она будет довольна. И еще срежу пару листиков вот от этой бегонии. Название я... Так, название у меня не подписано. Она вот у меня начала так расти, куститься. Но пару листиков я, конечно, отрежу от нее. И тоже пошлю в подарок. То есть подарок. Три подарка, я считаю. Ну, это как бы вот такое, скажем, извинение. Так, раз. И два. Так, листики я положу в зип-пакеты. Она мне тоже присылала в зип-пакеты. Они очень хорошо в зип-пакетах доходят. Вообще без проблем. Так, это я тут хожу. Хожу за зипами. Поэтому вот такие они с застежками. Ну, я думаю, что многие знают такие, в общем-то, пакетики. А для того, чтобы нам упаковать эти листики, нам нужно саму ножку эту как-то, чтобы она постоянно была влажной. Я беру вот такую вот материю немножечко, кусочек. Намочу ее. Вот так вот, совсем. Обмотаю. И зафиксирую фольгой. Фольгу очень удобно снимать. Очень удобно. И она не позволяет вот этой вот влажности куда-то испариться. Все, помещаю в зип-пакет. Так, в зип-пакет. Вот так вот. Чуть-чуть сбрызнем. И закрываю. Все. Вот так вот. Точно таким же образом поступлю сейчас с этими двумя растениями. Ножку в фольгу. Зип-пакетик. Плотно закрываю. Замечательно. Так, и последние два листика. Эту бегоню я вообще привез из Таиланда. То есть, это вообще бегоня-путешественница. Она не из России. Поэтому это вообще супер-классно, я считаю. По-моему, тоже у нее такая цена неплохая. Не самая такая распространенная бегоня. Поэтому это очень круто. Я ее вообще еще даже никому не продавал, не срезал. Потому что я хочу еще посмотреть, как она растет. Она у меня даже еще ни разу не цвела. Вот я думаю, что ее нужно как-то сейчас будет либо омолодить, либо пересадить в горшочек побольше. Я даже не знаю. Вот такие вот два листья. Прекрасных. Так, все. Все запечатал. Так, далее. Берем коробочку. Смотрим. Очень высоко. От детексации берем картон. Приклеиваем все скотчем. Надежно приклеиваем. Так, ну, знаете, как вот обычно бывает, когда нет ногтей, не можешь найти, где начинается скотч, как назову. Подождите, я ищу. Сейчас вот надеюсь, что найду. Ага, вот, все. Процесс продолжается. Так, все, фиксируем вот так вот в обнимочку этот стакан. И для надежности, знаете, сфиксируем еще его снизу вот так вот, чтобы он точно не болтался. Вот так вот. Давайте еще и сверху зафиксируем. Вот так вот. Смотрите, как прекрасно. Далее я всегда использую газету, таким вот образом, и помещаю растение в коробку. Вот оно никуда не шатается, никуда не девается. Эти листики я тоже, знаете, зафиксирую в коробке на всякий пожарный, как говорится. Так вот. Так вот, раз. Так вот, так, чуть-чуть. Так вот, два. Так, смотрим. Смотрите. Прекрасно вошла, замечательно. Так, и вот этот листик я прикреплю его вот так вот скотчем сюда. Внутри коробки. Так, чтобы это дело все не болталось, я все зафиксирую газетой. Потому что тут немножечко есть сухого пространства. Газету вот так вот скотчем. Так, листики не помнутся, там есть воздух внутри пакетов, так что не переживайте. Все будет ок. Так. Вот так. И вот тут вот так. Все, смотрите. Закрываем. Фиксируем. Все. Коробочку я упаковал. Ничего не болтается, не болтыхается. Сегодня же я ее оформлю первым классом, чтобы она доехала как можно быстрее. Может быть, даже посмотрю, там какая будет стоимость. Может быть, еще даже другой службы отправлю. И с утра отнесу почту. В воскресенье почта, ой, субботу почта работает. И сортировочные центры тоже. То есть завтра она уже поедет в путь по сортировочным центрам. И уже начнет свой путь к месту назначения. На этом у меня все, дорогие друзья. Пожалуйста, сдерживайте себя в комментариях. Я понимаю, что эмоции бьют у всех ключом. Но, поверьте, я тоже переживаю за каждую посылку. И я очень ответственно подхожу к каждому покупателю. Пожалуйста, не кидайте меня камни. На этом у меня все. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, что скоро с вами встретимся. И пока-пока.